Ирина Кириченко Милтон Ирина Кириченко Милтон, художница из Луганска. Именно в Америке она нашла свое призвание стать художником. Вышла замуж сюда более 20 лет назад, приехала с маленьким сыном, без знания языка и инженерным образованием. История ее жизни – это яркий и успешный пример контрастного перевоплощения из инженеров в художники. И сегодня Ирина – известный в Сиэтле художник, преподаватель изобразительного искусства. Выставляется в художественных галереях, имеет награды и в своей студии обучает ремесло художника. Ну и сейчас Ирина, конечно же, как и все мы, участвует во всевозможных акциях помощи Украине. Соседям даст денег, чтобы они еще купили. Так что они, эти соседи, купили. Эта соседка 100 долларов сказала, хотела мне дать. Я говорю, не надо, я не хочу быть посредником. Дайте вот им, они купят. Свою работу «Изобразительное искусство» Ирина сегодня также поставила на пользу Украине. Участвуя в выставках и продавая свои картины, она часть денег пересылает на родину, как и ее коллега, художница из Одессы Марина Кансер. Это художественная галерея Сиэтл-центра. Выставка продажа картин наших украинских художников Сиэтла и мастеров декоративно-прикладного искусства. И, естественно, все деньги, вырученные от нее, будут пересланы в Украину. С первых дней войны Ирина стояла с нами в акции поддержки Украины над главной скоростной дорогой Америки. И сейчас особенно важен ее пример, судьба для тех, кто приехал в Америку как беженец и ищет свою судьбу здесь. Мне очень повезло с тем, что, в общем-то, я не знала, кем я буду работать, инженером я работать не хотела. Ну и муж спросил, скажи мне, кем ты вообще хотела быть, когда ты в своем детстве? Ну, естественно, я сказала, знаешь, я очень сильно хотела быть художником. Я очень хотела рисовать и преподавать. Ну, сразу мне очень повезло. И буквально же в первый год я пошла в комьюнити колледж и изучала английский язык. Ну и плюс к этому еще и сразу я как бы пошла в арт-класс, художественный класс по рисованию. В течение этих многих лет, в которых я здесь была, я, конечно, встретила очень много наших русских художников и именитых художников, и художников, которые с большим именем. Но сказать, что многие художники, конечно, достигли больших высот, я, конечно, сказать не могу, потому что люди же приезжают сюда уже в достаточно зрелом возрасте, и приходится как бы начинать все сначала. А начало всему свой небольшой домик с выходом на живописный парк, где Ирина проживает со своим вторым мужем. Сын уже вырос и живет в другом штате, и ее личная художественная студия. И именно здесь происходит таинство творения, обучения и даже исповедания. Получилось так, к сожалению, что умер мой муж. И причем очень скоропостижно. И, в общем-то, мне нужно было что-то думать о том, как добывать денег. На то, чтобы как бы себя покормить. Ну, спасибо, мой муж немножко, конечно, мне оставил. Плюс мне помогало очень хорошо государство. Но, опять же, нужен был какой-то постоянный доход, потому что все равно даже государственная помощь, она, в общем-то, должна была вскоре закончиться. Мой преподаватель, у которого я брала классы в школе, у него заболела мама очень серьезно, старенькая мама. Ему пришлось, значит, ехать и за ней ухаживать. И так как у меня было высшее образование в инженеринге, и плюс, а сосеет дегри, или, я не знаю, как сказать, вот эта школьная дегри в арте, мне разрешили преподавать его классы, пока, значит, в его отсутствии. Это где? Это Ваверет, это Ваверет комьюнити колледж. А, колледж. Ваверет комьюнити колледж. В общем, я вот с этого начала. Сначала я начала с его вот этих классов, я стала заменять как бы этого преподавателя. Потом потихонечку мне дали свои классы. И, ну, в общем, так вот я как бы начала преподавать. Но так как колледж, у него есть все равно определенный, ну, как сказать, requirement, да, что ты преподаватель, который там преподает, мастера в инженеринге для арта не совсем достаточно. Не совсем достаточно. Я начала работать, вести свои классы. У меня были дроинг-классы, и акварель, и портрет, и масло. Ну, в общем, очень большое разнообразие. Я еще учила классы в своей студии, я учила классы в различных других организациях. Несмотря на то, что, в общем-то, здесь рисуют, наверное, 70% Америки, на выставке пасть достаточно тяжело. И, ну, я не знаю, Аллочка, если может, она снимет. Это, конечно, не все награды, которые я получала. Это некоторые, которые у меня так как бы остались. Я повесила сюда себе на стену в своей студии. Но я стала получать награды, мои картины начали продаваться. То есть это был заказ на 6 тысяч. Это была большая картина. Эта картина была инчах 40 на 60. Это приблизительно на 80 на 120 сантиметров. Где-то вот так. Ну, достаточно большая. Она не то, что совсем большая, но достаточно большая. Или даже больше. Ну, а тема? Тема была, значит, они заказали себе на их 40-летие совместной жизни и они заказали двойной портрет. Их прибывали на Тибете. Все, кого я знаю, определенным образом преуспели. Я знаю художников, которые приехали с московской школы, которые делают, которые пишут картины на заказ для ресторанов. Большие картины, красивые, дорогие. Я знаю художников, вот как ты говоришь, самоуков, да, которые, в общем-то, он мало пишет, он почти не пишет, да. Но у него очень хорошая детская школа, которая, в общем-то, вообще... Абсолютно знаменитая она здесь наш, и у него забитый класс, у него очень стоит, чтобы, значит, детишек записать на его уроки. Мальцев, ну, это же, ну, он, правда, не преподает, но он абсолютно... Ну, абсолютно... Обалденный художник, высокого класса, очень интересный. У него были такие, они, как бы, немножечко абстрагированные такие работы, но, в общем-то, отучили здесь, и они преподают. Тут, опять же, моя приятельница, она приехала сюда, она не была связана с артом. Но она закончила университет, она прекрасно преподает в высших учебных заведениях. Она сейчас пишет и выставляется в галереях. Ну, очень много возможностей. Очень много знакомых вот моих, которые вообще не были связаны с визуальным артом. Но... Леночка Накмансуда, Наташа Ка, которые, в общем, по своей профессии, по своему образованию, они профессиональные музыканты, профессиональные музыканты. Они просто музыканты, они пишут музыку, они играют. У них студент абсолютно творческие люди, которые плюс к этому... И плюс к этому Ирина на своих плечах держит дом, как любая наша украинская женщина. И, конечно, также творчески подходит к кухне. Ну, покажи ее. Ой, наша колбаса. Такая красавица такая. Тут в Америце. Вот так. И любимый муж у нее, конечно же, тоже творческий. Ее украинская мечта воплотилась в Америке. И поэтому в этот трудный час она больше может помочь Украине. Может, в этой хрупкой женщине и заключается это всеобъемлющее понятие «человек мира». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова